Приветствую вас в программе Постфактум на телеканале Обнинск ТВ. Мы с вами вновь здесь, чтобы вспомнить, что интересного произошло за неделю. С вами Дмитрий Глухов. Начинаем. Подвели итоги региональным дорогам. Что построили, что будут. И над чем еще стоит поработать. Нехорошо, когда мы тратим существенные средства, а получаем негатив со стороны жителей. Вышки двойного назначения. Для чего они в Обнинске, какие функции будут выполнять? История о том, как контейнерная площадка рядом с гаражным кооперативом постепенно становится свалкой. Здесь везут все. Теперь и дома там построили задачами. Там несут сюда. Вот кто попал везет. В деревне Маланьино запахло рыбкой. И руки не помыть. Вот сидим на работе, дышим всем этим. Уже по 8 часов. Это куда? Как будут решать проблему, смотрите далее. Волейбольный клуб и Обнинское предприятие подписали соглашение о сотрудничестве. Был открыт новый зал для занятия боксом. В начале марта в Калуге состоялась итоговая коллегия Министерств дорожного хозяйства и строительства Калужской области. Тема мероприятия – подведение итогов деятельности за 2020 год. За счет выполнения дорожных работ в 2021 году планируется увеличить долю региональных автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, до 51,3%, а также увеличить долю дорог Калужской агломерации, соответствующих нормативным требованиям, до 70%. Министр отметил, по ряду дорог общей протяженностью более 70 километров уже в 2020 году были заключены договоры и начаты работы. В декабре 2020 состоялись конкурсные процедуры на ремонт дорог местного значения в Калуге, Перемышльском и Малоярославецком районах и Обнинске. Общая протяженность – 25 километров. В 2021 году в рамках мероприятий по повышению безопасности дорожного движения планируется устройство 10-ти стационарных и приобретение двух мобильных комплексов фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения в Калуге, Обнинске, Борятинском, Малоярославецком и Тарусском районах. Будет продолжена установка освещения вдоль дорог в ряде районов. Более 30 километров путей транспортного сообщения станут светлее. Министр дорожного хозяйства упомянул важные капиталоемкие мероприятия региона. Завершение работ по реконструкции участка Белоусова-Высокинчий-Серпуков-Чаусова-Троицкой-Кременки с мостом через реку Протва в Жуковском районе и начало строительства мостового перехода через реку Неполоть в Людиного. Федеральным центром рассматривается возможный начало реализации в текущем году программы приведения в нормативное состояние мостов и строительства путепроводов на региональной и местной сети дорог. Для нашей области это актуальная проблема. На дорожной сети региона около 20% мостов находятся в аварийном или предаварийном состоянии, отметил министр. Если из федерального бюджета выделят деньги, несколько из них будут отремонтированы. Рассматривается возможность начала работ по реконструкции автомобильной дороги А108 Куприно-Козельская. Губернатор отдельно отметил, что, несмотря на пандемию, темпы работ удалось сохранить. Но жалобы со стороны жителей остаются. Посмотрите некоторые дороги. Я сейчас не буду разделять на региональную составляющую или те проекты, которые реализовывались муниципалитетами. В этот непростой период, зимние, весенние, начинают подтапливаться. Особенно неприятно это видеть, когда это происходит на пешеходных переходах. И нужно сделать все для того, чтобы эти проблемы сейчас зафиксировать и в этот период в ближайшее время решить, чтобы никаких проблем и дискомфорта жители не испытывали. И на будущее берите это себе на вооружение. Нехорошо, когда мы тратим существенные средства, а получаем негатив со стороны жителей. Важно, чтобы при строительстве новых дорог и реконструкции старых пристальное внимание уделялось безопасности дорожного движения, подчеркнул Владислав Шапша. Некоторые обнинцы обратили внимание, что на улицах города стали появляться вышки, предположительно, сотовой связи. Вопросы «зачем?», «кто устанавливает?», «кто разрешил?» не заставили себя ждать. Нам удалось получить ответы. «Вышки устанавливают вместо фонарных столбов около дороги», рассказал замглавы администрации по вопросам управления делами. Эти опоры двойного назначения. На них будут размещать и уже размещают оборудование операторы сотовой связи. Заодно будут крепиться осветительные приборы. Как правило, столбы уличного освещения расположены на достаточном удалении от жилых домов, так что для жителей безопасно, отмечает Геннадий Ананьев. При необходимости вышку двойного назначения просто установят вместо фонаря. Было несколько случаев. Специалисты горэлектросетей предлагали место установки, чтобы решить проблему недостаточной освещенности, отмечает заместитель главы администрации. Операторы обращаются в управление архитектуры. Там изучают вопрос подробно. Можно в этом месте разместить столб? Нельзя. Если речь о микрорайонах, которые только застраиваются, надо учесть возможность в дальнейшем вести жилую застройку. Мы хотим, чтобы в каждом уголку, независимо, где ты находишься, интернет был скрасной. А не просто он предоставлялся для того, чтобы отослать небольшую смс по веб-сайт. Столбы предоставляются операторам в аренду, подчеркивает Геннадий Ананьев. Таким образом, у городского руководства есть возможность ситуацию контролировать, что-либо менять, возникнет такая необходимость. В 2021 году выпускники школ будут проходить государственную итоговую аттестацию по упрощенным правилам. Предположительно, это поможет минимизировать риск распространения коронавируса. База данных, куда заносятся выбранные выпускниками экзамены, уже закрыта. А это значит, что осталось совсем немного до финишной прямой, к которой шли потенциальные выпускники. До окончания учебного года остается несколько месяцев, и очередной последний звонок не за горами. Выпускники усерднее готовятся к сдаче итоговой аттестации по основным и выбранным предметам. Тем временем правительством страны уже утверждены некоторые перемены в ЕГЭ и ОГЭ в этом году. По девятым классам экзаменов по выбору не будет в этом году. Предполагается, что для получения аттестата достаточно сдать два экзамена – русский язык и математика. А девятиклассники у нас, как вы знаете, уже прошли первый этап говорения. Почему я… это я называю первым этапом. Говорение проводится вообще в один этап. Просто у нас порядка 20% детей, как вы знаете, получили неудовлетворительную отметку. Будет возможность получить удовлетворительную в другие периоды времени. Учащиеся девятых классов, получившие зачет на собеседовании по русскому языку, уже начинают усиленную подготовку к государственной итоговой аттестации. Что касается одиннадцатиклассников, которые не планируют поступать в ВУЗы, вместо ЕГЭ ребята будут сдавать государственный выпускной экзамен по русскому языку и математике. В том случае, если ребенок решил, что он по окончании школы будет поступать в высшие учебные заведения, соответственно, сдавать единый государственный экзамен, выбирая такую форму аттестации, значит, обязательно, обязательным предметом при выходе на ЕГЭ является русский язык. Этого достаточно из обязательных. Сдает русский язык, а остальные предметы ребенком сдаются по выбору. Министерством просвещения России уже опубликован проект расписания единых государственных экзаменов, согласно которому начнутся все процедуры с 31 мая. Первые дисциплины, по которым выпускники одиннадцатых классов напишут большие контрольные – география, литература и химия. Резервные дни для сдачи ЕГЭ назначены на следующие даты – 28, 29 июня и 2 июля. Что еще интересного в этом году, особенность – информатика сдается на компьютерах исключительно, то есть такой машинный вариант, что называется, информатика, и мы сейчас активно готовимся на пунктах проведения. Что касается города Обнинска. В городе Обнинске остается три пункта проведения единого государственного экзамена. Это по-прежнему школа номер 5, школа номер 7 и самый большой пункт – школа номер 11. Пункты проведения экзаменов оснащены камерами видеонаблюдения. Достаточен запас санитайзеров и устройств для рециркуляции воздуха. Все санитарные требования соблюдены. Среди выпускников самым востребованным экзаменом остается общество знания. К слову, эту дисциплину выбрали более 50% учащихся одиннадцатых классов. Также популярными в этом списке стали физика, химия и биология. Кристина Забожко, Максим Сечко, Обнинск ТВ. На неделе в редакцию обратились жители деревни Маланьино Боровского района. В населенном пункте стоит неприятный запах, а по улице текут зловонные стоки. Местные говорят, что источник ароматов и проблем им известен. В ситуации разбиралась наша коллега Кристина Забожко. Отнюдь с нефранцузскими духами в преддверии Международного женского дня пахнет в деревне Маланьино. На рыбном предприятии, по словам жителей, случилась неполадка с канализацией, а страдает от смрада морепродуктов целое поселение. К сожалению, камера не может передать это зловоние. Однако даже съемочная команда с трудом выносила такую пытку испорченным воздухом. Что уж говорить о терпении местного населения. Все данные очистные, наверное, отсутствуют. Данные очистные сливаются на сток, на дорогу. Мы вынуждены этим дышать. Пока стояли морозы, было как-то терпимо. Пришла оттепель, и мы реально задыхаемся. Обратились в органы местного самоуправления. К сожалению, нас кормят завтраками. И руки не помыть, сидим на работе, дышим всем этим. Уже по 8 часов. Домик вообще поплывет сейчас по весне. А люди дежурят тут, работают по 24 часа. И чем они дышат? Помимо администрации совхоза Боровские, жители также обращались в Роспотребнадзор и природоохранную прокуратуру. И, к сожалению, никаких проверок за этим не последовало. А вот смрад охватывает все большие территории деревни. Ждали Роспотребнадзор. Обещали выехать и сделать съемки, и также сделать пробу почвы источных вод. Пока что ждем. Но мы очень боимся, что начнется плюс. И мы здесь просто задохнемся. Потому что мы проезжаем на машине, подъезжаем к своим домам. Машины все пахнут фекалиями. Но мы реально уже задыхаемся. Жители рассказывают, что в деревне есть родник, куда приезжают люди со всех близлежащих населенных пунктов за водой. Беспокоит то, что злополучные истоки доберутся и до природного ресурса. А летом у нас была спущена вода, погибла вся рыба в пруду. Вся рыба всплыла, зеленый весь пруд. И теперь там у нас рыбы нет. Это уже не первый. Это не первый случай у нас уже происходит. Доколе это будет продолжаться, задаются вопросом жителей. Да только ситуация в лучшее русло не исправляется. И не только. Руководство соседствующих предприятий тоже возмущено. Здесь вот эти все деревья были целые. Они живые были, все конкретно говорю. Весной вот здесь вот озеро большое течет, туда вот к соседям. Откуда оно течет? Ну понятно. Понятно, это производство. Да, это производство. Воды, водильное оборудование. Да, да. То есть как бы тут никто ничего здесь не придумывает. То есть здесь реально бежит вода какая-то непонятная. Ну просто так дубы не засыхают. Источник зловония истоков. Жители знают и неоднократно общались с представителем рыбного предприятия, которое расположено вблизи деревни. А воссийны не там. Представитель компании считает, что проблема не на их предприятии. У нас, грубо говоря, ведется откачка сточных вод и промышленных. У единственных на данном, грубо говоря, предприятия, которые здесь находятся, они вообще не откачивают воду. У нас есть канавы сточные, у нас есть пруд выкопанный. Мы сделали анализы. И получается, что самое грязное место, куда тут может течет и так далее, это не с нашей территории. Удалось также получить комментарий главы администрации совхоза Боровский, в состав которого входит деревня Маланина. Антон Масняк сообщил журналистам, что также выезжал на место вместе с руководством экологического центра Боровского района. К слову, жалоба в местную администрацию поступила 15 февраля. Боровский экологический центр связался с Роспотребнадзором и природоохранной прокуратурой, написав заявки на проведение проверок. Они ожидаются на этой неделе. Ситуация все так же остается неизменной, но власти осведомлены, и рейды по экологическому вопросу будут организованы. Ну а жителям деревни Маланина остается только надеяться на то, что ответственные по этому вопросу найдут решение проблемы. Кристина Забожко, Сергей Мокрецов, Обнинск ТВ. Рядом с деревней Кривское есть гаражный кооператив АК. На окраине его размещена контейнерная площадка, которая выглядит, мягко говоря, безобразно. Собственник нескольких гаражей напротив этой без пяти минут стихийной свалки утверждает, здесь видывали завалы и похуже. Здесь приезжают, здесь женские колготки, лифчики, потом здесь шприцы валяются. Здесь же все закрыто было, а там закрыли. Смотрю, там что только не валяется. Тут до полного счастья все есть. Наркота есть, проституток возят. Здесь, я уже говорил, здесь что только нет. Валяются отходы и за пределами забора, и вдоль него. Виктор Кротов рассказывает и про вонь, что идет от горы отходов, и как ветер разносит это безобразие во все стороны. Наведываются сюда, чтобы пошарить в помойке бомжи. Были случаи поджогов. Какое безобразие, здесь творится уже годами. Значит, мусорку перенесли, стояла она в обществе. А и носили только члены общества. Ну, ведерочка принесут и все. А здесь, посмотрите, сколько уже лет-то убирается. А там что? Люди, значит, предприниматели занимаются ремонтом, несут сюда. А бабуля, которая там примерно, да, пенсионерка или пенсионер, он должен за них платить. Это же все деньги стоит сейчас. Сейчас все деньги стоит. А я сколько говорил, обращался и по барабану. Слово «мусор» на эту точку поступает со всех сторон. То, что свалка находится на территории сельского поселения деревня Кривская, не дело. Виктор Кротов говорит, что его запросы в администрацию или игнорировали, или на них шли отписки. В администрацию за комментарием по свалке и обратились. Она находится на территории гаражного общества. И, в принципе, это вопрос гаражного общества, да, организации вывоза мусора, который там на территории общества образуется. На территории сельского поселения Кривская, да, есть правила благоустройства, которые, правила благоустройства, они распространяют свое действие на всех жителей, и не только жителей, и предпринимателей, юридические лица, которые в границах нашего поселения расположены. В ближайшее время завершится формирование нового состава административной комиссии, начнется полноценная работа по выявлению и устранению подобных проблем. Нарушителей будут привлекать к административной ответственности. Глава администрации говорит, что сначала вопрос с представителями кооператива попробуют решить по-хорошему, побеседуют с руководством и потребуют провести уборку. По словам Эльдара Абасова, кооперативу дешевле будет почистить площадку, чем выплачивать штраф. В канун 8 марта была подготовлена выставка портретов «Женщины в профессии». Представительницы прекрасного пола изображены на рабочем месте, увлеченные своей деятельностью. 38 снимков большого формата размещены на аллее проспекта Маркса. Подробности в следующем сюжете. Акварельный букет из прекрасных фотографий жительниц Обнинска. К реализации этой идеи организаторы выставки подошли трепетно и с увлечением. Получилась нежная, лирическая и гармоничная композиция. Здесь представлена галерея портретов ярких представительниц самых разных профессий. Часть фотографий нам предоставили сами участники фото-выставки со своих фотосессий. А остальные фотографии мы с нашим художником, фотографом ездили. И это был очень увлекательный и интересный процесс. Все женщины разные, все очень интересные. Мы с ними со всеми знакомились. И у нас такая была идея показать именно на рабочем месте этих женщин. Поэтому вот получилась такая она живая, яркая и интересная. Наверное, именно потому, что они были в своем деле как раз. Монтаж экспозиции осуществляли сотрудники Обнинской рекламной компании. Ребята говорят, что в канун главного весеннего праздника чувствуют особую ответственность за выполнение такого поручения. Работа достойная, работа очень важная. Поздравить всех девушек, женщин, мам, бабушек, сестер и так далее с прекрасным праздником. Чувство прекрасное. Видишь, кто где работает. Встречаешь много знакомых, учитывая, что живешь в этом городе всю жизнь. Ну, да и интересно просто. Первые зрители фотовыставки прохожие отметили, что экспозиция очень украсила одну из центральных улиц города. Создает праздничное весеннее настроение и располагает к тому, чтобы в очередной раз адресовать женщинам комплименты. Самая почетная миссия – это мать. Мир должен быть населен. Можно заниматься чем угодно. Мамы разные нужны. И трамваи водят, и самолеты. И в ГАИ БДД служат. Что угодно. Но самая главная миссия женщины – это наполнение этого мира людьми новыми, хорошими. Выставка «Женщины в профессии» продлится до 5 апреля, а затем ее сменит экспозиция, посвященная первому полету человека в космос. Не проходите мимо. Елена Филина, Евгений Соколов, Обнинск ТВ. 27 февраля в Обнинске состоялись всероссийские соревнования по пляжному волейболу среди молодежи и Кубок губернатора Калужской области. В этот же день в школе имени Савина компания «Синтек» и волейбольный клуб «Обнинск» подписали соглашение о сотрудничестве. В Обнинске в течение недели проходил молодежный турнир России по пляжному волейболу на Кубок губернатора Калужской области. Соревнования организованы на базе школы Олимпийского резерва Александра Савина. Для участия в них приехали 40 лучших волейбольных пар со всей страны. Замечательно, что этот турнир уже является традиционным. Замечательно, что сюда приезжают спортсмены из многих регионов России. И все это служит, безусловно, популяризация спорта в нашем регионе, в стране, узнаваемость данного турнира. В связи со сложной эпидемической ситуацией соревнования проходили без зрителей. Участников состязаний приветствовали почетные гости. Я хочу всех поздравить и тех, кто принимал участие, и тех, кто победил в этом прекрасном соревновании. И прежде всего я хочу поздравить город Обнинск, потому что это счастье иметь такую спортивную школу, это счастье иметь таких воспитанников, это счастье принимать такие сильные команды со всей страны. Волейболисты Наукограда в очередной раз продемонстрировали интересную игру и отличные результаты. Победителями среди девушек была признана пара Арина Режновой и Елизаветы Лутковой. Среди юношей чемпионами младежного кубка стали Дмитрий Веретюк и Денис Шикунов. Волейбол в Обнинске – это спорт номер один в нашем клубе. Как вы знаете, в Обнинске выросли олимпийские чемпионы. Сегодня у нас есть олимпийские чемпионы уже нашей юношеской олимпиады, есть чемпионы Европы, по молодежи. По пляжному волейболу у нас очень большие успехи. В рамках проведения соревнований состоялось подписание партнерского соглашения между Обнинским волейбольным клубом и компанией «Синтек». Предприятие берет на себя финансовую поддержку развития клуба. Все вы знаете, что наша компания традиционно поддерживает спорт в нашем городе и в Калужской области в целом. Сегодня надеюсь, что подписание этого соглашения – это путь к многолетнему сотрудничеству и, конечно же, к новым свершениям и победам волейбольного клуба Обнинск. Волейбольный клуб Обнинск – только вперед! Группа компании «Синтек» на протяжении многих лет оказывает спонсорскую помощь спортсменам самых разных направлений – дзюдо, кудо, шахматы, лыжные гонки. В этот день список пополнил волейбол. После заключения соглашения можно с уверенностью говорить о выходе Обнинского волейбола на новую ступень спорта высших достижений. Елена Филина, Дмитрий Глухов и Сергей Мокрецов. Обнинск ТВ. 28 февраля произошло знаковое для спортивной жизни Наукограда событие. Был торжественно открыт новый зал для занятий боксом. Финансирование проекта осуществлено Федерацией бокса Обнинска. Теперь этим видом единоборства ребята смогут заниматься в комфортных современных условиях. Многие помнят, в каких условиях приходилось заниматься боксером в старом зале, располагавшемся около стадиона труд. История едва не закончилась трагедией, когда обвалилась крыша. Здание восстановлению не подлежало, его снесли. Спортсмены остались без площадей для занятий, требовалось новое помещение. Пожелания и обещания были притворены в жизнь здесь. Для любого спортсмена это важно. Я надеюсь, что здесь воспитаем еще звездочек. У нас и так как бы Федерация бокса за все время своего существования, с 2002 года, воспитали таких боксеров, как мастер спорта международного класса Эмилия Иксанова, победители Европы, призера первенства мира. Потом Миша Лаян, это тоже наш воспитанник, бронзовый призер Лондонской Олимпиады. Егоров Алексей, чемпион Европы. Тренер Александр Гривачев за три года воспитал трех мастеров спорта, двух призеров России. Один из воспитанников тренера в сборной нашей страны, перечисляет Вячеслав Клименко. Намерены и дальше ковать чемпионов. Возглавила боксерский клуб Альбина Осоцкая. Ее сын также боксирует, так что с видом спорта руководитель знакома, можно сказать, не понаслышке. Новый специализированный зал просторный и светлый. Здесь, помимо ринга, есть и пространство для тренировок, тренажеры, весь необходимый инвентарь, есть раздевалки с раздельными шкафчиками, баня. Самое главное, я посмотрел фотографии, ну, фотографии наших олимпийских чемпионов мира, олимпийских чемпионов, прославленных боксеров, вот это для меня радует. Это наши великие олимпийские чемпионы, поэтому мне очень приятно, что они находятся здесь, чтобы ребята смотрели и для них это было бы примером. Лучше пускай дети тренируются в зале, чем бегают где-то по улицам, считает Александр Лебзяк. Юные боксеры и, возможно, будущие олимпийские чемпионы тоже рады переменам. Владимира Штефана в бокс привел отец, он же еще до секции поставил сыну удары и стойку. Ну, я шесть раз выиграл первенство Калужской области, также участвовал на первенстве ЦФО, участник России, разных профсоюзов, победитель локомотива, но тоже отбор как бы на Россию. Ну, конечно, хочется как можно больше всего это выиграть, буду стараться. Вот как раз есть новый зал, все возможности есть для этого. На открытии присутствовали первые лица города, депутаты горсобрания и Государственной думы, министр спорта Калужской области. Хочу пожелать всем спортсменам, которые будут здесь тренироваться, ставьте перед собой самые высокие задачи, и трудолюбие, и тренерское мастерство помогут, и мы увидим здесь будущих олимпийских чемпионов. В городе есть подвижники, которые не за бюджетные деньги, не по поручению сверху, а по зову души, по призыву сердца делают так, чтобы нашим детям было где заниматься, было чем гордиться, было к чему стремиться, и у них это получается. Новый ринг сразу и опробовали. Провели турнир, приуроченный к открытию. На сегодня все. Поздравляем всех дам с Международным женским днем, желаем им счастья, любви и здоровья. Увидимся на следующей неделе в новом выпуске программы «Постфактум». Всего хорошего и до встречи!